ПАВЛЕ ДЕЛОНГ Всем здравствуйте! Сегодня мы расскажем об актере Павле Де Лонге. Павел Де Лонг – польский актер театра и кино. Артисты знают во многих государствах мира. Он активно снимается в США, Франции, Чехии, а также России, Беларуси и других странах СНГ. Павел Де Лонг родился в Кракове, на левом берегу Вислы, в семье профессиональных музыкантов. К музыке имели отношения не только родители, но и практически все родственники будущей знаменитости. У Павла есть младшая на два года сестра, Дорота, которая также стала актрисой. Де Лонг учился в лицее имени Марии Складовской-Кюри и окончил это образовательное учреждение в 1989 году. Будучи ребенком, Павел имел разносторонние увлечения, включающие спорт, музыку и науку. Уже в юношеские годы абитуриент подал документы сразу в несколько вузов по различным направлениям. Академию физической культуры, Ягелонский национальный университет на юридический факультет, а также высшую государственную театральную школу имени Людвига Сольского. Де Лонг решает связать жизнь с миром театрального искусства и выбирает последний вариант. Окончив театральную школу в 1993 году, молодой человек устраивается работать в Варшавский общественный театр. В 2001 году Де Лонг попробовал себя в качестве музыканта и певца. В ноябре того же года вышел студийный альбом Павла под названием «Поговори со мной еще». Записанный на Варшавской студии звукозаписи «Мимофон» совместно с певицей и композитором по имени Юстина Стичковска. Дебютом на большом экране для актера в 1993 году стала роль сербского беженца в культовой военной драме Стивена Спилберга «Список Шиндлера». Участие в легендарном фильме стало успешным стартом в кинематографической биографии Де Лонга. В новом тысячелетии Павел сосредоточился на участии в релизионных проектах и телесериалах, в которых часто играл роли второго плана. Но появились и центральные образы, а также главные роли. В 2001 году Павел получил премию «Теле Аммор». Читательницы поиска версии газеты «Теленеделя» признали Павла самым сексуальным актером страны. В 2005 году актер стал участником второго сезона программы «Танцы со звездами» на польском телевидении, где участвовал в паре с польской танцовщицей Доминикой Кублик-Можец. Дойдя до пятого эфира, занял седьмое место. Павел поучаствовал в более чем 80 кинофильмах и телесериалах. Артист снимался и в российском историко-художественном фильме режиссера Андрея Кравчука «Викинг», который вышел на экраны в 2016 году. Если говорить о личной жизни актера, официально Павел женат не был. Актер несколько раз состоял в гражданском браке с актрисой Катажиной Кайдарской, с которой познакомился в 18-летнем возрасте и вместе учился в театральном училище. У Павла и Катажины есть сын Павел Белонг-младший, который родился в 1993 году. Мальчик решил пойти по стопам родителей, став артистом. Состоял в отношениях с актрисой Екатериной Архаровой. После расставания они остались друзьями. На протяжении нескольких лет актер проживает в фактическом браке с Эммой Киварковой-Рачковской. Несколько раз были объявления о предстоящей свадьбе, однако пара расставалась, затем опять сходилась. Эмма – врач-стоматолог. По происхождению армянка, у нее своя клиника. Свобода говорит на поиском, английском и русских языках. Стоит отметить, что актер тоже свободно говорит на русском, английском, французском языках. С некоторых пор стал работать без дубляжа в отечественных лентах. Зритель привык к его небольшому акценту и даже обнаружил в этом некий шарм. Стоит также отметить, что на родине, в Польше, Павел часто выставляет претензии за его активную работу в российском кино. Если вам нравится актер, то подписывайтесь на канал, ставьте лайки и до скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok